Отгрымели всенародные президентские. Страна приходит в себя после тяжелейшей выборной кампании, эхо которой слышно и по сей день. Получены сотни, если не тысячи комментариев как сторонников, так и противников новоизбранного президента. Всех их волнует один единственный вопрос. Что дальше? Как будет развиваться страна, в которой лидером стал представитель оппозиционной левой политической партии? Выполнит ли он свои обещания? А главное, сможет ли объединить страну? Разобраться в этом, я полагаю, дело принципа. Здравствуйте. Вы смотрите АКЧЕН-ТВ. И я с удовольствием представляю своих гостей. Ух, какой хороший сегодня у меня состав. Владимир Цуркан, депутат от партии социалистов Республики Молдова. Добрый вечер. Добрый вечер. Валерий Демидецкий, журналист, глава Беру ТАСС в Республике Молдова. И вам здравствуйте. Виктор Чабану, политический комментатор. И вас приветствую. Добрый вечер. Сегодня послушала разговор в магазине. Разговаривали две женщины. Одна жаловалась на то, какие цены стали высокие, а другая ей говорит, А потерпи немного. Вот видишь, Дадон стал президентом. Вот глядишь, и цены снизят. Я понимаю, что снижение цен, да, это не есть прерогатива президента. Но этот разговор, на мой взгляд, свидетельствует о том, как вы ожидания у народа от нового главы государства. Насколько эти ожидания обоснованы? Владимир Иванович. Ну, вы правы, что действительно есть такая поговорка, что одно, завоевать власть тяжело, а удержать ее, а тем более оправдать надежды населения, избирателя, гораздо-гораздо сложнее. А тем более, что вот то, о чем вы говорите, целый ряд вопросов, которые, в принципе, напрямую, конечно, и не зависят от президента, но тем не менее, во всех этих направлениях, которые касаются просто нормальных жизненных условий, конечно же, надо будет обязательно очень многое сделать. И для того, чтобы сделать, надо, конечно, перед всей командой, значит, стоит один вопрос. Один вопрос стоит. Это предпринять реальные шаги по началу экономического оздоровления. Оздоровление через те инъекции финансовые. Сегодня, кстати, вот я буквально с парламента к вам в студию, значит, сегодня проголосовали в двух чтениях правящее большинство. Его проголосовало с радостью, значит, основные, собственно, сам факт принятия и распределения тех средств, которые в ближайшее время получат от Международного валютного фонда. Да уж первый транш получили. Ну, первый транш уже, они сказали, что он уже находится в Минфине. Но ведь абсолютно никто, абсолютно никто не хочет говорить. Только вот буквально перед выборами нам стали известны некоторые детали этого меморандума, которые фактически вот этих двух женщин загонят еще в более тяжелое положение, так же, как и всех избирателей. И там речь идет об очень многих тяжелейших вопросах. И в данном случае я даже не говорю о повышении пенсионного возраста. Это самый легкий, значит, нажим и давление требования Международного валютного фонда. Одно из самых опасных, самых сложных для населения, это будет, конечно, повышение тарифов. Даже не повышение налогов, которые, кстати говоря, уже, значит, озвучены в программе налоговой политики, проект, который был одобрен в правительстве на днях и в ближайшее время будет представлен в парламент. Но это прежде всего тариф. И то, что прежде всего ударит по каждому из нас, ударит по экономике, ударит по ценам. Не исключается, что, допустим, с 1 января в соответствии с этим соглашением и в то же время в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, обязательствами, взятыми на себя, нынешним правящим большинством, предполагается повышение тарифов на электроэнергию до 30%. Что это такое? Это страшно даже подумать для населения. Это чтобы не свет в студии. Не нужно. Не нужно так. Да, хоть в студии оставим свет для того, чтобы можно было людям. Непременно. Ну мы вообще за то, чтобы у всех был свет, не только в студии. Господин Демидетский, насколько обоснованы вот такие большие ожидания от нового президента? Мы хорошо начали, Людмила, не будем претворяться, мы с тобой на «ты». Ты очень хорошо начала передачу. Отгремели президентские. Да. Я настаиваю на этом слове. А на горизонте уже замелькались зорницы парламентских, главных выборов страны. И так из компании в компанию мы так и дальше пойдем. У нас есть очень непростая ситуация. В отличие от Тимофти, который был избран парламентом и ни во что не вмешивался, мы сегодня имеем всенародно избранного президента. Вот мы с другой стороны имеем парламентское большинство, да? И мы имеем по итогам выбора страшно расколотую страну на две части, на два лагеря. Вот на этих выборах мы просто людей раскололи. Мы их натравили друг на друга, и люди вот стравились вот какой-то непонятной. Куда-то идут, как в песне Высоцкого, в Москву или в Монголию, он знать не знал, и тем более. Знаете, все кричат, одни кричат в Европу, другие, значит, вот эта ссора, да, расколотая страна. Это очень большая проблема. Как сегодня ее соединить? Что бы ни делал всенародно избранный президент Гадон, что бы ни делало парламентское большинство, оно уже сегодня будет вызывать приятие одной страны и неприятие другой. И вот сегодня нашим политикам нужно было бы думать, как склеить этих людей, и что делать дальше для того, чтобы страну вытаскивать. Ну, я вопрос, по-моему, четко поставила. Сможет ли объединить страну, да? Но грядут парламентские выборы и битва за парламентское большинство. Понимаете? И сегодня никто не знает, так сказать, как сегодня те, кто пишут драматургию нашу политическую, да, дальше себя поведут. И что будет? Что возникнет на разгромленном правом фланге, где там ошметки остались, да? Что будет с левым флангом? Дадон покидает социалистическую партию. Но, в принципе, я далек от мысли, что он уйдет из нее, как бы, и оторвется совершенно, и скажет, я не я, это не мои дети. Он молодой, как бы, перспективный политик. И, конечно, он понимает, что партия – это его основа, да, вот, с которой он дальше будет бороться за власть. Вот, что будет? Какое будет, как сказать, переформатирование всех этих флангов, значит, как бы, и что дальше будет? Плюс у нас еще есть внешние партнеры. Ну да. Я со многими вещами согласна. Ты предложил на «ты», я поддерживаю. Кроме одного. Ты вот сказал, мы раскололи страну, мы – это не мы. Да? Я считаю… Давай честно. Давай честно, где-то мы в этом принимали участие, журналисты. Знаешь, я всегда, прости, я всегда очень не люблю, когда политики мне говорят, вот вы журналисты. Я говорю, все начинается все-таки с политиков. Они заказывают. Да. А мы уже идем, так сказать, вторым эшелоном, да? Да, да. Но мы тоже к этому приложили руку. И вот сегодня, конечно, хотелось очень многих своих коллег попросить, ребят, это наша страна, вот, давайте не будем дальше ее пускать под откос. Я согласна, но все-таки я уточню о роли власти, скажу больше. Потому что, что бы мы с тобой сейчас не говорили, да, и так вот не каялись публично, как ты это делаешь, но за все в ответе, прежде всего, несет ответственность власть. Да. Вот здесь, я считаю, с этого нужно начинать. Называть нас четвертой властью – это то же самое, что вешать вип-нумера на Запорожеце. Понимаете? Я запомню это выражение. Господин Чабан, вы как? Я соглашусь только отчасти с коллегами. Действительно, это не прямая прерогатива президента заниматься отслеживанием цен. По закону у нас этим занимается Назбанк, что, с моей точки зрения, является тоже глупостью экономического порядка. Потому что это, опять же, не его дело. Но так, как у нас это принято. С другой стороны, у президента есть достаточно много рычагов, которые он может задействовать. Пункт первый. Он совбезом руководит. Куда входит в том числе и экономическая безопасность. Например, в предвыборной кампании я отметил обещание отменить антинародный закон по правительству, которое приняло на себя ответственность о переводе долга по краже миллиарда на все население. То есть это все входит в компетенцию. Если бы президент был активным игроком с позицией, то, наверное, он бы не промульдировал просто такой закон и нашел бы стоя одну причину, почему это можно не сделать. Пункт второй. Президент может обратиться. И здесь у нас есть уже прецедент, я его приведу еще раз, с Нигерией. Когда происходит смена власти, и Нигерия наворовала неимоверное количество миллиардов, гораздо больше, чем мы, то новое руководство обратилось к тем внешним партнерам, о которых вы говорили. И состоялось, вот несмотря на то, что мы постоянно говорим, у нас сейчас вот такая ситуация, у нас не совсем легитимное или совсем нелегитимное большинство, собранное непонятно из чего, но утвержденное Конституционным судом. У нас нет судов, у нас нет того, у нас ночное правительство непонятно как принимает все вот эти законы. Да, все это так. Но вот по нигерийскому случаю суд происходил в Соединенных Штатах, в Вашингтон, в Ди-Си, в округе. И обвинителем выступал зам генерального прокурора Соединенных Штатов, который, значит, по его обвинению, деньги уворованные были признаны деньгами нигерийского народа, после чего они благополучно вернулись в страну. Вот есть и такой прецедент, и он достойный подражания. То есть вот такими непрямыми, непрямо влияя на цену на картошку и на морковку, но вот несколько таких шагов, мне кажется, способны в корне изменить ситуацию, экономическую в принципе в стране, поскольку у нас говорят о миллиарде. Я хочу напомнить телезрителям еще раз, что миллиард легким движением руки превратился стараниями наших властей в 4 миллиарда, поскольку 13 миллиардов было уворовано из банков, 14 миллиардами было покрыто из резервов Нацбанка, потом правительство Филиппа приняло на себя обязательства 14 миллиардов, плюс проценты 11 миллиардов, и того 25 и 27 это 52. По курсу до вот этого обвала и до кражи века это уже 4 миллиарда долларов. По нынешнему 2, слава богу, курсу до. И все это переложено на всех нас, совершенно верно. Хорошо. В этом и самое страшное. И я думаю, что в этом как раз и есть основная роль вот сейчас нового президента, если он действительно хочет сыграть активную роль. И мне кажется, он просто обязан играть в оппозиции к нынешнему правящему большинству. Вот вы начали уже к моему второму вопросу. Я уже не хочу долго рационализировать на эту тему, но, так сказать, на виду все партнерства с великим координатором. У нас ПКРМ, у нас ЛДПМ и вот сейчас ЛП, которые превращаются в ничто. Поэтому, мне кажется, вот удушающих объектив координатора, этих достаточно вполне для того, чтобы дистанцироваться как можно дальше. Хорошо, давайте тогда более предметно говорить и начнем мы с внутренней политики. Вот мы видим, что в нашей системе, в системе власти имею в виду, появилась оппозиционная сила. У нас есть три ветви власти, и мы видим, что исполнительную власть занял представитель оппозиции, левой оппозиции. Вот как вы полагаете, как будут развиваться теперь отношения между этими ветвями власти, если мы вспомним, что Игорь Дадон на предвыборной кампании очень много раз говорил одну и ту же вещь, что с демократами сотрудничать не намерен, с Плохотнюком никаких договоренностей не веду, коалиции никаких создавать не буду. Вот в чем, собственно говоря, и расписываюсь. Даже есть документ, где он об этом подписался. Как будут строиться эти отношения? Кто первый? Господин Демидетский, как будут строиться отношения президента с этой властью? Есть время разбрасывать камни, есть время собирать камни. До выборов очень многое говорится. А после выборов, когда на человека возлагается ответственность за страну, вы знаете, неважно, какого цвета кошка, главное, чтобы она ловила мышей. Сотрудничать можно с кем угодно и как угодно, если это в интересах страны. Понимаете? А им не интересно только выборов, семиминутных решений и так далее, и так далее. Я не говорю, что там надо принимать миллиарды или грехи демократической партии, или этого правления. У правления плохая история, скажем так. Антирейтинг власти сумасшедший за 80%. Кража миллиарда. Ну, мы его знаем по вопросам, так сказать. Сегодня поцелуй с властью, он как бы отравленный. Вот. Власть не любит, да. Я удивляюсь просто, как она на парламентских выборах прошлых выиграла те выборы парламентские. Для меня это большое удивление. Вот сегодня очень многие люди по улице уходят. Да, еще не было истории с миллиардом, она не выплыла. Нет, уже... Умельц, на парламентских не было. Ты с местными путаешься. На местных выборах уже знаешь. Ты с местными путаешься. Но все равно, понимаете, вот. Для меня это было удивление. Почему? Потому что, да, вот сейчас сегодня у нас очень многие, есть уже сотни людей, которые ходят по площади, детей, кричат, что надо, как бы, устроить третий тур голосования по типу, как бы, украинского. Но как тогда получилось так, знаете, что вот власть... Давай все-таки, как вот сейчас. Вот как будет президент с властью? А сейчас все будет непросто. Политика искусства возможного, да. И сегодня, допустим, если идти в разнос, да, вот, как бы, то, конечно, будет непросто. Я считаю, что, в принципе, сегодня у политиков есть возможность проявить прагматизм, да, какой-то. И во власти тоже есть люди, с которыми можно работать. И в оппозиции есть люди, которые... Если они хотят что-то сделать для страны, они договорятся. Если они не хотят, они продолжат борьбу. Вот с борьбы такой в разнос, я ее много раз видел в истории нашей Молдовы. Это мы умеем, честно говоря. Вот, сначала Молдовы, то Лучинский, то Снегурсангелий сцепились, выиграл Лучинский, потом Лучинский с этим сцепились, выиграл Воронин. Потом Воронин сцепился. Мы все это видели. Они дерутся, наши карманы пустеют. Я бы хотел наоборот. Владимир Иванович, прежде чем вы будете комментировать, я заострю еще тогда вопрос для вас, потому что понятно то, о чем сейчас говорит Валера. И так, вроде, послушать, на самом деле умные вещи, говорит человек. Но, с другой стороны, есть избиратели ваши, которым было обещано нечто другое. Как тебя будет вести президент? Вот я как раз с этого и хотел начать. Ну, я не знаю, не комментарий, наверное, просто обмен действительно мнениями, потому что никто из нас в данном случае, наверное, не должен комментировать друг друга, а просто высказывать свои мнения и за счет этого уже как-то попытаться хотя бы в этой студии к чему-то выйти. И тогда будет понятно остальным. Действительно, сегодня, Дадон, имея большинство голосов от населения, то есть будучи избранным всем населением, конечно же, у него есть, при отсутствии тех полномочий, конституционных, о которых очень много говорят, тем не менее, есть очень серьезный политический карт-бланш, выданный народом. Исходя из пожеланий народа, исходя из того, что можно в этой ситуации сделать, я уверен, что это не будут действия направлены на то, чтобы как бы найти компромисс с властью, а будут действия, конкретные предложения, будет по полной программе использовано право законодательной инициативы президента, по полной программе. По полной программе будет использована его возможность созывать Совет Безопасности по целому ряду проблем и принимать, да, решение консультативного, рекомендательного характера, но тем не менее, это решение Высшего Совета Безопасности. Это возможность в том числе, если власть не поймет, что то, что будет предлагать президент, он будет предлагать не для того, чтобы поссориться с этой властью, а для того, чтобы их убедить. Вот народ сегодня хочет это, это, это. И мы обязаны это вместе с вами сделать. И вот если этого в данном случае понимания не будет у власти, конечно, тогда остается еще одно право президента выйти тогда на соответствующий референдум ко всему народу. И сказать, вот я предложил это, это, это. Власть ни это, ни это, ни это не поддержала. И здесь уже не будет никакой геополитики, не будет никакого абсолютно разделения на левых или правых. Это будет мнение, желание народа жить в нормальных условиях, в нормальном государстве, в едином государстве. Я абсолютно согласен. И вот в этом плане, в этом плане тогда, получив ответ от народа, а что дальше делать с этой властью, то есть с тем же парламентом, я так понимаю, что у нас пока структуры власти, я имею в виду в частности правительство, не созрело до того уровня политическая культура, как, к примеру, произошло в Болгарии. Вот они избрали, президент другой пришел. Все, буквально, я не знаю, на следующий же день правительство подало в отставку. Это нормальный, правильный, цивилизованный подход. Сегодня пока мы слышим от премьера одно. Пусть, типа того, президент забывает, что у нас парламентская республика. Вот ничего пока другого от него не слышно. Я уточню, это премьер-министр сказал. Это важный момент. Да, это сказал премьер-министр, которому дело, в общем-то, не говорить, а работать. Работать и так, как они до сегодня работают. Если я правильно вас поняла, все-таки вы полагаете, что Игорь Дадон будет выполнять свои предвыборные обещания, невзирая ни на что. То есть его не пугают возможные конфликты с правительством и с парламентом. Так? Заигрывать нельзя. Так. Требовать можно и нужно. Спасибо. Я можно добавлю, да? Если только очень быстро. Очень быстро. Дело в том, что у нынешней власти практически нет лимита. Я говорил, что к ней доверие очень подорвано. Если нынешняя власть пойдет на конфликт, это конец для нынешней власти. Понимаете? Вот здесь у Дадона немножко более легкая ситуация, потому что нынешняя власть понимает, что лимит народа, терпение, доверие к ней исчерпан полностью. У них есть один шанс вместе с президентом что-то делать, чтобы люди почувствовали, что что-то изменилось. Или они улетают? Ой, во власти очень сложно. Я поясню сейчас почему. Тоже будет непросто, потому что она очень сама по себе разнородна. Вы же посмотрите. Ведь демократы, они же вынуждены быть в одной лодке. Может, не вынуждены, может, им даже нравится. Я не знаю, но с либералами. То есть она такая разномастная получается, вот эта нынешняя власть, что как не сделай, да? А все плохо. Людмила, если либералы останутся после избрания президента во власти, и будет продолжаться то, что продолжается, я на эту власть не поставлю и копейку. Полцента. И полцента. Понимаешь? Да, то есть министры, либералы... Я абсолютно убежден, что у нас грядет переформатирование власти, правительства и так далее. Если эти люди, которые сегодня у власти, понимают, что нужно как-то выходить из ситуации. О чем я говорил? Я не говорил о том, что Додон должен их понять, самоустраниться и дать им спокойно дальше править. Я говорил, что власть должна понять, что есть же президент всенародный избранный, который не будет исполнять роль Тиму. Это очень интересная мысль. Господин Чабану, готова ли власть к такому переформатированию? Или иными словами, демократы готовы сказать либералам? Знаете, ну как-то вот ваше время вышло. Я сначала чуть-чуть дополню коллег маленьким уточнением. При полной нелегитимности нынешнего большинства. То, что если мы сложим результаты демократов, мы видели их замечательный результат в этой кампании с результатом либералов, вот это есть нынешнее большинство. То, что говорил господин Суркан, ни в одной нормальной стране с 10% вообще не участвует. Невозможно управлять парламентской республикой, как о том говорил премьер. То есть абсолютно нет никакой легитимности. С другой стороны, есть президент, который, несмотря на некоторые ограничения полномочий, обладает огромной легитимностью. Больше, чем у каждой партии вместе взятой. Или все они вместе. Вот о чем мы говорим. Об этом большинстве. Поэтому я думаю, что определенная доля такой конфронтации на первом этапе произойдет не в смысле военных действий. Но все-таки, мне кажется, президент должен показать вот эту свою легитимность на фоне отсутствия. И, кстати, сегодня публиковали сегодня, вчера вот эти рейтинги транспаренции интернашнала правительстве, обо всем этом. То есть это вообще власть, непонятно на чем она держится. Я понимаю, что у Демпартии или, скорее всего, у координатора есть в запасе несколько сценариев развития вот таких событий. Наверняка там просчитывали в том числе и сценарий победы социалистов и кандидата социалистов Додона на выборы. Поскольку это практически было видно по всем опросам еще до выборов. То есть невозможно, чтобы такой сценарий не рассматривался. И в данном случае, мы буквально же до передачи говорили, я поддерживаю то, что сказал господин Деменецкий, вот эту гипотезу, что сейчас с либералами начнутся ну какие-то... Начнут происходить... Происходить... Так, вещи, которые... Такой развод, который будет проходить под маркой борьбой с коррупцией. Благо, там есть где разгуляться на эту тему и касаясь премарии. Да, вы стесняюсь спросить, а Дарина Киртуака это как-то затронет, как вы полагаете? Ну, этого я не знаю, как все-таки политика, как говорил Валерий, искусство возможного, но мне кажется, он должен быть первый в списке. То есть, судя по количеству или то, о чем говорил экс-премьер Филат на премарию, 600, так сказать, папочек где-то... Ну, в разряд зрелищ. Хлеба пока нет, но зрелища... Но зрелища будут, да. Тем более господин Катец дал интересные показания, да? Мы все считали... То есть, определенные переформатирования, конечно, произойдут, в том числе и правящего большинства. Я думаю, сейчас не время обсуждать различные сценарии, поскольку, опять же, они будут спекулятивными отчасти, и их может быть много. Это может быть попытка движения налево. Это может быть... Вот долго у нас прозябает социал-демократическая партия. Ну да, писали о том, что у них сейчас будут перемены. Ну вот дождались своего времени. Вы знаете, я тогда продолжу свой вопрос в отношении внутренней политики, и он будет немножечко о другом, потому что ведь важно, как будет развиваться отношение у президента, вот у партии социалистов, не только с властью. Но особая зона внимания — это и не парламентские сейчас партии. Да, сегодня ситуация развивается такая, когда большую роль играет, например, наша партия, партия Рената Усатова. Это платформа опять та же, которой обещали, что после выборов они будут уже отдельно обособлены от Майя Санду. То есть, с ними как-то тоже надо развивать отношения. И на мой взгляд, я сейчас выражу свою точку зрения, их нужно иметь в виду и считаться, потому что эти люди будут следить, наверное, даже больше, чем представители некоторых партий власти за тем, что делает новый президент. Ну, у них один электорат, за этот электорат надо бороться. Разве не так, Владимир Иванович? Ну, естественно, в конечном итоге даже нужно за это бороться не исходя из того, что электорат — это платформа «Да», «Майя» или чей-то другой. Вопрос в том, что все те люди, которые не проголосовали за Додонна, это те же самые граждане Молдовы, которые абсолютно с теми же проблемами сталкиваются и живут. Просто на этот период времени, на день голосования, значит, ну, знаете, день голосования — это в том числе и день эмоций, выброса эмоций. И тем более, когда разного рода страшилки или, наоборот, сказочки. А потом, когда увидят реально люди, что не происходит того, чем их пугали, чем их пугали. А самое главное — то, с чего мы начали. Если люди увидят и почувствуют, что президент действительно хочет сделать то, что необходимо для всего народа, будь то правые, будь то левые. Вот тогда, я думаю, этим самым, ну, как минимум, у них возникнет, ну, если они доверят, то спокойствие в том, что, может быть, действительно он что-то сделает. Потому что они уже через некоторое время забудут о том, что шла речь о политике, а будут все равно возвращаться к этой нашей повседневной жизни, которая далеко не в розовом свете представлена. Валерий, что думаете? Это тоже вызов для президента и социалистов, да? У нас было очень сложное начало года, да, вы помните, да? Так у нас все время сложно, Валерий. Нет, 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 я хочу зайти к разговору. Значит, у нас было очень сложное начало года, и вы помните, когда вроде бы все разрешилось, да, вышел человек, которого мы назнаваем координатором, и сказал, я хочу быть премьер-министром. Понимаете? Да. С моей стороны, это был смелый шаг, потому что это человек тени, он больше теневой политик. А тут он решил выйти и взять на себя ответственность, да? И я подумал, что за этим должны последовать какие-то очень, знаете, такие сильные действия, сильные ходы, и человек сказал бы, знаете, все, что мне пишут, говорят и так далее, это неправда. Вот я какой. У него был только этот шанс. Ну, к сожалению, так, не знаю, к сожалению, к хорошему, к плохому, это не получилось. Ну, скажем, к сожалению для него. Да, к сожалению для него. То, что предприняла потом власть, да, ну, это было несколько блекло. Понимаете? То есть я не увидел того, что ожидал. Мне казалось, что тут же начнется и так далее. Опять же о деньгах МВФ и так далее, и так далее. Вы знаете, я человек, который еще прожил, пожил при том времени, когда Молдова сама строила дороги, школы, больницы, дома. Сама их содержала, понимаете? Мы не стояли с протянутой рукой постоянно. Вот. Ну, что вот эти радости по поводу, нам снова дали денег в долг, меня просто удивляет. У нас просто, мы превратили страну в страну по прошайку. Понимаете? Наши лидеры, политики, все говорят только об одном. Где нам больше дадут? Вот знаете, это называется на Молдову шерщиту. Знаете, вот. Это не политика, понимаете? Где больше дадут, туда и века. Вот, вот, вот. Я говорю, что я когда-то однажды с российским журналистом попал к одному нашему крупному политику, да, и он сказал, вы знаете, почему мы вот приняли решение пойти на Западный Восток? Там больше дали на 1 миллиард. Понимаете? И вот человек смотрел, да, как бы рынки сбыта, то то есть как бы его это удивило, понимаете? Вот. Поэтому, к сожалению, вот у нас вот такая ситуация, да, вот. Выработается из этого, как бы из этого конгломерата, да, вот из-за того, что у нас есть всенародный избранный президент, и есть власть, которая понимает, что все, лимита больше нет, да, и надо что-то делать. Потому что одному президенту сложно будет сделать что-то одному. Это будет снова война. Давайте скажем так. И война с очень таким матерым, теневым политиком, да. А с другой стороны, есть один шанс, когда люди поймут, что можно что-то сделать. Это выход. Господин Иванович Иванович, вы что думаете? Вопрос вообще был еще и про непарламентские партии. Про непарламентские, сейчас про непарламентские. У меня маленькая реплика сначала по попрошайничеству. Мы сейчас в той ситуации, когда у нас просто нет уже вариантов, то есть мы уже даже не обсуждаем. Нужны, да, нужны деньги или нужны, и дает их МВФ. Это раз. Два. Мы сейчас пожинаем плоды той политики, которая проводилась до сих пор. Мы прекрасно помним, что каждый раз, когда раньше приезжал в прошлом, позапрошлом МВФ, что-то случалось в республике Молдова. Тогда он не нужен был, как раз потому, что происходила вся замечательная операция с выводом денег в офшоры. И МВФ не нужен был. Поэтому сейчас требования гораздо жестче, поскольку ситуация макроэкономическая настолько изменилась, и она настолько хуже. Они очень жесткие. И то, о чем говорил господин Суркан, 30 процентов, это опять же, это результат предыдущего популизма. Мы же по ним вспоминаем, когда у нас правительство дает указание на Рэй, говорит, не повышать, поскольку у нас выбранная компания или еще чего-то не повышать. То есть, если бы мы повышали на 5 процентов каждый год или каждые полгода тарифы, они бы проходили не так заметно. Если бы они не украли миллиард, который превратился в 4, курс бы не обвалился, так не было бы разницы. Мы закупаем все-таки в долларах и в центах, а платим в леях. Вот откуда растут уши всего. Вот это надо понимать, что все, что у нас есть, это уже не результат некоего азиатского кризиса, там 98-го, 2008-го или так далее внешнего. Это все рукотворный кризис, который вся вот эта власть устраивала на протяжении многих лет. И теперь, к сожалению, мы вот в такой ситуации, достаточно сложной. Поэтому выхода, я считаю, нет. Деньги хоть какие-то надо брать, чтобы... Спасибо, что вы так подробно ответили в отношении МВФ. Да, если вернуться к нашей беседе. К непарламентским партиям. Ну, я говорил уже, что не будем спекулировать насчет левого фланга. Посмотрим, как будет пытаться переформатировать поле координатор. Но справа у нас две большие, в общем-то, партии. Тут трудно даже сейчас сказать. Они шли на выборы в тандеме, получили, на мой взгляд, неожиданно высокий результат. И здесь у нас есть платформа «Да». Я не знаю еще, вы сказали, что они пойдут раздельно. Нет, они говорили о том, что они готовы это обсуждать. Они готовы обсуждать. Вот здесь как раз все зависит от того, как они сумеют капитализировать, либо, наоборот, растратить вот этот потенциал голосов, который они получили. В какую конструкцию? Пойдут они на слияние. По крайней мере, до выборной все были против этого. И в первую очередь госпожа Санду, она говорила, что электорат разный, и все должно быть. И там еще есть какая-то часть структуры ЛДПМ, не надо забывать об этом. Поэтому придут они к какому-то общему знаменателю. Поэтому, знаете, как говорят, все сложно знать. Все очень сложно. Это да, это такой статус. Но потенциал там есть. И я хочу напомнить, что мы же наблюдали в предыдущие годы, вот 14-й, компании 15-го года, у нас же полностью переформатировался левый фланг. У нас фактически исчезли коммунисты. И у нас появилось, все это поле заняла партия социалистов. И появилось вот такой игрок, как наша партия, которая, опять же, по известным причинам оказалась вне парламентской. Она вполне могла быть не парламентской. Вы знаете, что я имела в виду? Я выскажу сейчас свою точку зрения. Не знаю, если вы с ней согласны. Но мне кажется, что это будет еще очень большой стимул для нового изборного президента. Потому что он не может не понимать, что если он не выполнит те обещания, о которых он говорил, то за спиной стоят люди, которые в принципе людям готовы пообещать то же самое. И поэтому прекрасно это понимаю. Мне кажется, что и президент, и партия, которая его поддерживает, они наверняка вынуждены делать все и даже больше. Давайте поговорим о внешней политике. Очень много говорилось в этой предвыборной кампании. Президент еще не вступил в должность новой избранной. Но я уже где-то тоже читаю, что вот он должен был сделать то, а тем сказать то-то. А Украина говорит, вот он должен уже это заявить. Я, конечно, все это читаю, анализирую, но понимаю, что интерес к этой сфере чрезвычайно высок, именно к внешней политике. Как себя поведет Игорь Тадон? Мы помним, как он обещал вернуть наши товары на российский рынок, то есть восстановить отношения с Российской Федерацией. В то же время он говорил, что он не собирается разрывать соглашение, подписанное с Евросоюзом. Но вопросы есть. Владимир Иванович, как он себя будет вести? Ну, я не то что уверен, я хочу заверить телезрители и избиратели, что в любом случае наш президент Игорь Тадон будет руководствоваться известным постулатом о том, что предназначение внешней политики не создавать на внешнем, в отношениях с внешними партнерами проблемы внутри страны, а наоборот, создавать необходимые условия для разрешения проблем внутренних. Вот мы начали с проблем внутренних экономических. Вот в этом смысле, конечно же, внешняя политика президента будет направлена на то, чтобы найти именно тех стратегических партнеров и именно с теми, в данном случае, восстановить отношения, где мы можем реализовать экономический интерес нашей страны. И в смысле ничего нового я сейчас не скажу, это действительно прежде всего восстановление экономических отношений с Российской Федерацией. Уже для всех понятно, даже для тех, кто был самым ярым евроунионистом, значит, что рынок европейский для Молдовы, как рынок сбыта, абсолютно не открыт и он абсолютно Европу не интересует. То есть Молдова как поставщик, Молдову абсолютно интересует. Да, Молдова интересует европейцев как рынок сбыта, то есть сбывать то, что у них в избытке. Раз. Второе. Дешевая рабочая сила. И третье. Это, возможно, инвестиции в те отрасли агроиндустриальные, учитывая наши земли, где можно производить для себя же что-то очень, точнее, не столько для себя, а для стран третьего мира. Поэтому единственная возможность того, чтобы сегодняшняя внешняя политика президента была направлена именно на это, на реализацию экономического интереса страны, это восстановление рынка российского. И то направление, о котором он говорил, о том, что первый визит действительно будет в Российскую Федерацию, и это первая очередная проблема, которая будет решаться, это так оно и будет. Но при этом, говоря о взаимоотношении с Евросоюзом, он сказал, в этом смысле мы не собираемся поворачиваться спиной к Евросоюзу. Зачем? У нас есть там тоже свои интересы. Но при этом мы должны вернуться к режиму торговли асимметричному, который был до того, когда это было подписано. То есть для нас преференциальный режим, поэтому мы должны этим воспользоваться. Да, да. Наши товары уходят без пошлин в Европу, европейские товары к нам входят с пошлинами. Я слушаю Владимира Ивановича, сейчас будет к тебе, Валера, вопрос. Вот понятно же, да? Абсолютно прагматично так, судя по этому политику. Понятно, почему три года назад, когда подписали соглашение, не было понятно. А мне непонятно, ты знаешь, почему так засуетились представители Евросоюза, почему быстренько выступил с комментарием господин Топиолы, так сказал, что невозможно ничего кардинально, никаких изменений не будет. Почему наш премьер-министр, да, вы читали, тоже он высказался в отношении ЕС, вот, чтобы успокоить Брюссель, Филипп заявил, что ассоциация наша, это национальный приоритет, и политика молдавских властей останется неизменной. То есть, почему вот такие заявления, какие-то они немного нервные? Там была такая советская комедия хорошая, там была такая песенка. Мы не пашем, не сеем, не строим, мы гордимся общественным строем. Вот, понимаешь? Да, я смотрела, из нас ли все зрители. Политика – это искусство возможного, да? Мы маленькая страна, которая не может всем, может, должна проводить мудрую политику, чем она отличается от умной. Вы умные, выкрутитесь с любой ситуацией, мудр в нее не пропадет. Мы попали в ситуацию, да? Мы, я думаю, вот очень многие говорят о том, что те, кто сегодня контролирует власть, были даже заинтересованы в победе Додона. Я скажу, да, в какой-то мере были заинтересованы, потому что открыть калитку в Москву не получалось. И это единственный политик, который тут же получил приглашение Путина. Никто из предшественников не по Тимофте, никто не получил приглашение тут же президента посетить. Последний разговор с Филиппом, которого послали вместо Тимофте, да, налаживать контакты, был очень простой. Господин Цуркану как дипломат переведет. Когда стране, которая имеет договор о дружбе, говорят, мы там что-нибудь с вами как-нибудь решим, это, знаете, это то же самое, что... Зайдите завтра. Да, понимаете, или когда говорят, что... Был и такой фильм, приходите завтра. Да, да, но есть еще один момент, его обозначил Зайдена Путин. Российская Федерация не против сотрудничества Молдовы с Европой. Это глупости. Это придумали те, извините меня, люди во время выборов для того, чтобы сказать, что если мы сегодня будем с россиянами налаживать отношения, для нас закроется какой-то барьер. Если вы помните, когда-то Сталина обвинили в том, что он допустил железный занавес. Обвинил очень такой матерый политик, как Черчилль. Кто сегодня опустил железный занавес? Сколько нам выкручивали руки из этого безвизового режима? С нас вытащили все, что можно было. Мы подпишали 900-страничный документ, не глядя, даже не оглядываясь на Москву, на самый главный рынок и так далее. Мы допустили эту ошибку. Сегодня нам Москва предлагает, давайте садиться втроем. Мы, вы и Евросоюз и рассматривать это. Вот тот, кто говорит, что это не надо делать, для меня, считаю, враг Молдовы. Поняла. Господин Чапанов, а внешние политики нового президента? Чего вы от него ждете? Ну, во-первых, этих обещаний, которых он говорил об открытии рынка. Я бы не ожидал каких-то экономических чудес и думаю, что это не решает проблему молдавской экономики. Это будет такая отдушина нашим производителям по той простой причине, что рынок Российской Федерации, это тоже, мы там конкурируем не с непонятно кема. Наша яблоко с тем же польским яблоком. Когда-то. Когда-то. А сейчас мы там идем с тем же польским яблоком. Мы уже начинаем конкурировать. Мы уже конкурировать начинаем с россиянами. Совершенно верно. Поэтому проблема нашей экономики заключается в первую очередь внутри Республики Молдова. Мы должны научиться производить качественный товар. Вот здесь господин Цуркан сказал две вещи слегка противоречивы. Для нас рынок не закрыт Европы, даже если он был совсем открыт. Мы не умеем туда продавать. Мы даже квоты свои туда не выбираем. То есть то не... Ну, господин Цуркан у меня в виду, что нас там не очень-то и ждали. Правильно я понимаю? Не ждали, потому что... Так извините, это самый конкурентный рынок. Можно говорить, что российский рынок чуть-чуть послабее. Хотя по некоторым показателям мы видели, что там требования и повыше на самом деле. Поэтому я опять же повторяю, мы должны научиться производить внутри качественную продукцию. То, что будет открыт вот этот коридор, да несомненно. Я говорил об этом, дай бог памяти, несколько лет назад была делегация УЕ, устраивала вот этот круглый стол. Я им говорил, вы абсолютно неправильную вот эту парадигму ввели или-или, вот тогда это еще было. Я говорю, для таких стран, как Молдова и Украина, для нас жизненно важно иметь экономические отношения на обе стороны. То есть и-и нужно, али-или-или. Совершенно верно. И-и, поскольку это жизненно важно для наших экономик. К сожалению, потребовалось, чтобы на... не потребовалось. Так случилось, что на Украине вот произошло то, что произошло. И после чего Фюли и все остальные начали говорить о том, что, да, надо на самом... Нет, надо на самом деле, чтобы Молдова не портила отношения с Россией и так далее. Но вот это такая реактивная, недальновидная политика, в том числе и со стороны Европейского Союза в свое время была. Я думаю, что от этого только выиграет экономика. Насколько это будет результативно, еще раз повторюсь. Здесь очень важно, как это будет происходить. Если это будет несколько фирм с яблоками и с вином, это, конечно, для них будет отдушина. Я слабо себе представляю, что вопрос, который решается вместе с президентом Путиным, он касается нескольких спортов. Нет, конечно, здесь будет совершенно другой подход. Кстати говоря, открою немножечко такой секретик маленький. Дело в том, что действительно во время своих командирок в Москву Игорь Николаевич старался решить все возможные пути для открытия рынков. Для некоторых, для Гагаузи, допустим, это удалось. Но удалось это благодаря тому, что поддержанной партией социалистом человек Ирина Влаг была выбрана башканом. То есть там уже россияне имели с кем говорить на официальном уровне. Здесь, к сожалению, у нас до сегодняшнего дня так и такой был ответ. Вот выигрываете власть, тогда мы с вами сможем говорить на официальном, межгосударственном уровне. То есть полномочия уже совсем другие. Естественно. Поэтому совершенно верно все заметили. Единственное, кто сразу же при поздравлении пригласил с визитом, был именно президент Путин, потому что эта тема для него не нова. Она прекрасно известна. И я уверен, что в данном случае мы сможем открыть этот рынок. А что касается, кстати, европейцев. Я хочу вам сказать, что это признают европейские послы, что они, в общем-то, об этом проинформировали. Это не секрет. Они проинформировали Евросоюз о том, что, конечно же, немножечко мы поспешили с режимом свободной торговли. Надо было бы отконсультировать этот вопрос. Я думаю, то предложение, которое уже было озвучено Игорь Николаевич, о том, что давайте создаем трехстороннюю комиссию, потому что речь идет о режимах. Речь не идет о том, что кто-то ущемляет... Это не расторжение соглашения, а это пересмотр условий. Нет. Об этом говорил, кстати, и Владимир Путин. Вы помните, на том самом сайте, на котором был наш премьер. Это нормальный цивилизованный подход. Встретились три заинтересованных игрока и обсудили условия дальнейшего сосуществования рынка свободной торговли и рынка, который был с Евросоюзом ранее. Давайте скажем честно одну простую вещь. Мы в этой программе восточного партнерства, которую называют даже провальной те, кто ее приспропагандировал, мы спасали не свою страну, а спасали задницы некоторых европейских чиновников, скажем так. Хорошо. Вы знаете, не успеваем поговорить на многие темы, потому что я хотела, например, поговорить о том, что не просто придется президенту, потому что если выполнять предвыборные обещания по борьбе с унионистами, это всегда очень скандально происходит. Вот. То есть, ну почему вот сейчас ты говоришь нет, потому что... Нет, для меня это никаких проблем нет. Ну для тебя нет, но ты представляешь, если будут запрещаться унионистские организации. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Почему? Никто не может запретить человеку мечтать об объединении с Румынией. Но я не понимаю, когда, допустим, господин Басеску стоит и говорит, что надо ликвидировать молдавское государство, а рядом стоит президент избранный мной, молчит и улыбается и вручает ему органы. И вручает ему органы гражданства. Понимаете, вот это для меня непонятно. То здесь две должны быть вещи, да? Коль мне сказали... Ну позволь, я тебя разочарую, это непонятно тебе. А вот очень тем людям, которые бесновались дня три назад на площади, я думаю, что у них свое отношение. Ты знаешь, один из политологов очень обиделся на меня, когда он сказал, ну знаешь, говорит, у нас же с УОТ Румын идет помощь там детсадикам, образования и так далее. Я говорю, ты согласишься, допустим, я грубую форму провел, что если сосед придет, принесет тебе бутылку водки и палку колбасы, его можно пустить в спальню. Это неправильно. Это неправильно. Последний вопрос, который меня тоже, например, волнует, потому что если мы говорим о досрочных парламентских, то каждая партия, во-первых, должна быть к ним готова уже в день, когда прошедшие, да, прошлые завершились. Но все-таки, вот социалисты на самом деле, нравится кому-то это или нет, они сделали большой шаг вперед. Их лидер стал президентом. Можно ли говорить, что теперь вот успехи и неудачи Игоря Дадона, они напрямую будут связываться с судьбой самой партии? Да? Вот когда партия будет участвовать в парламентских, будут ценить по тому, что сделал или не сделал Игорь Дадон, Владимир Иванович? Ну, было сказано, что, конечно же, президент прекрасно понимает, оно так и оно и есть действительно, что да, он в соответствии с законом покидает постпоседателя партии, приостанавливает свою деятельность в этой партии. Не только лидерство, но и членство. Да, приостанавливает обязательно. Но все же прекрасно понимаем, что без конкретной политической, сильной политической силы, какова является партия, президент не сможет ничего конкретного сделать на пути, будучи в этой должности как президента. А поскольку есть фракция, это ведь имеется действующая фракция в парламенте, которая не фракция тихоня, а фракция, постоянно треплющая нервы правящему большинству. С одной стороны. А с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что это все в любом случае тандем. Президент, который был выдвинут от партии, делая правильные шаги и получая соответствующие положительные решения, естественно, он тем самым желает кто-то этого, не желает, но он подтягивает имидж этой партии. Так же, как и наоборот. То есть здесь взаимо-взаимо переливающиеся засуды абсолютно. Спасибо. Господин Чапанов, вам еще дам пару минут. По этому поводу, да, как вы полагаете? Совершенно очевидно. В этом и плюс, и одновременно и опасность заключается, поскольку при каких-то видимых успехах, и здесь я хотел бы сказать, что как раз бороться с унионистами не надо, поскольку они оттуда же как в... Не-не-не. Я сказал, что президент избранный мной, понимаете? Это ложные цели на самом деле. Сейчас надо получить результаты. В случае успехов, несомненно, и рейтинг партии подтянется, и социалисты имеют все шансы выиграть следующие парламенты. В случае неудач, либо каких-то не очень решительных действий и маневров, а мы знаем вот эту способность координатора к подковерным играм, тогда опасность достаточно велика, и я скажу, вплоть до раскола фракций. То есть мы это все наблюдали. То есть поэтому здесь очень важно, как вы будете... То есть связь прямая? Связь прямая, да. Спасибо. Валерий, минутку. Ситуация здесь очень простая, как опять же вернемся к советским фильмам. У многих партий, знаешь, ситуация, которая выражается одной фразе, у них нет никого на роль Иоанна Грозного. Понимаешь? Вот проблема лидерства, да, вот сегодня на правом фланге, на левом фланге Дадон, конечно, он олицетеряет собой сегодня социалистической партией. И, конечно, я абсолютно согласен с господином Туркановым, что или они вместе падают, или вместе летят дальше. Связка одна. На правом фланге, я так полагаю, что сегодня вот будет идти поиск Иоанна Грозного. Я не исключаю, что вот эти все комбинации, да, мы сегодня видели... Или Елена Прекрасна. Да, да, да. Нет, не будет Елена Прекрасна, а там может быть действительно Иоанн Грозный, да. И еще не исключаю, что те люди, которые сегодня на площади стоят и требуют, так сказать, убрать из политики Плохотнюка, через год будут просить его спасти их от Дадона и русской угрозы. Вот такое тоже может быть. На самом деле, никого не надо будет спасать от Дадона. Нет, нет, я говорю, опять будет разделение, опять будет пугать. Это то же самое, как с господином Киртуакой. Мы, спасая от русских танков город, довели его, три раза избрали абсолютно негодно. Вот все время мне не нравится это слово «мы» у вас. Я благодарю вас за участие, да, в этой программе. Хочу сказать, что здесь так давно уже не было такой спокойной программы, то есть не было криков, да. Это после выборов, так кажется, да. Я хочу сказать, что, наверное, и я, и телезритель, мы уже почувствовали, что у нас уже поствыборный период. И я вас с этим еще раз поздравляю. Спасибо. Приходите к нам еще и будем говорить на самые интересные, животрепещущие темы. Главное, чтобы так стали. Да. Вы смотрели программу «Дело принципа». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Академия Академия Продолжение следует...